Поэзия как способ восприятия мира во дворце культуры Тольятти Азот. Жители города читали Маяковского и Блока и стихи поэтов наших современников. Дмитрий Лобанов увидел, как обычные люди стали актерами в необычном спектакле. В этот литературный оркестр за основу взяли нобелевскую речь русского и американского поэта Иосифа Бродского. В качестве актеров – жители города. Разных профессий есть даже школьники. Но объединяет их всех любовь к русской поэзии. Я увидела пост в группе Тольятти Азот о том, что будет литературный оркестр совместно с Арсамасом. И приглашают на кастинг. Я подумала, почему бы нет. Я давно занимаюсь поэзией и мне всегда был интересен именно Арсамас. И то, как он именно сотрудничает с Тольятти Азот и какой именно фестиваль проводит. Это просветительский проект на стыке лекций и театра. То есть первая часть у нас посвящена лекции о литературе. И вторая часть – это спектакль в стиле вербатием, построенный на документах, письмах, каких-то мнениях, на ту же тематику, в которой была, собственно, лекция. То есть некая такая иллюстрация к лекции. Перед началом все желающие могли прослушать лекцию редактора просветительского сайта Арсамас Кирилла Головастикова. На ней он рассказал о том, как понимать язык стихов. По мнению Кирилла, в стихах скрывается множество смыслов. Чтобы понимать их, требуется особый навык. Так получилось, что поэзия – это такой вид искусства, который всегда очень требовательный к читателю. Поэты опробуют те рубежи языка и те рубежи культуры, которые через 20-30 лет станут всеми естественными. Лекция только открывает поэтический вечер. Для любителей читать стихи был установлен открытый микрофон. Обязательно предварительная запись, ведь желающих очень много. Тольятти Азот уже не первый раз проводит подобный просветительский вечер. На такие лекции приходят не только ради литературы. Прежде всего, это возможность духовно обогатиться и приобщиться к чему-то прекрасному. Дмитрий Лобанов, Иван Бригадиренко. Новости губернии Тольятти. Дмитрий Лобанов Продолжение следует...